Значит, вот, нет слов, чтобы сказать, как я рад, как всегда, не виделись тысячи лет, что вы здесь, я живу, здоровы, улыбаетесь. Девушка, вы чего такая грустная? Сегодня как-никак праздник какой-то. А песни грустных мы ничего не делали. Может быть, с них начнем. Но сразу хочу сказать, потому что сегодня, конечно, праздник, и мой профессиональный, и многих здесь сидящих, а я уверен, что большинство потом объяснил, почему подавляющее к этому празднику имеет отношение или косвенное, но все равно. Есть такая, правильный фильм, помните, офицер, есть такая профессия родни служить, а есть такая профессия, подразделение этой части, называется государственная безопасность. Есть такая профессия обеспечивать государственную безопасность. Ну, кто знает, кто там служил, работа крайне неблагодарная. И справа, и слева, сверху начать с лицей, по шее бьет снизу. Народ оболваленный, а дурачный кричит, что-то проста, про репрессии, которой никто из нас наверняка не пострадал. Я точно не пострадал. Мои там тысячу-две родственников и близких никто не был репрессирован. Сидели, да, по уголовному преступлению. Сидели, да, и поэтому не понимают, как попал в комитет госбезопасности. Но это не о том. Значит, комитет государственной безопасности, для меня он звучит, я ветеран комитета государственной безопасности, звучит гораздо значимее, небоюсь без слова. Вот, слушайтесь, каждый повторит, комитет государственной безопасности. А теперь ФСБ, Федеральная служба безопасности. Она вроде и в условии государственной куда-то исчезла, да? Чья безопасность охраняется, кто охраняется. Поэтому в первых словах со выступлениях я хочу поздравить всех. А по идее-то государственная безопасность, обеспечивающая всем скобом, всеми живущими в этом государстве людьми. Потому что мы это должны помнить, это безопасность твоего дома, безопасность твоей семьи. Вплоть до ОБЖ, которые бестолково и бездарно придают в наших школах. Поэтому у нас на улице кошмар происходит. Как учат детей беречься, так они не берутся, никак. То есть это все объемные щели на службе государственной безопасности. Кроме комитета государственной безопасности, который стоял раньше, это МВД и комитет государственной безопасности не делился на разведку и контрразведку, на внешнюю какую-нибудь. На это все это называлось. Первое главное управление разведка, понятно. Второе главное управление контрразведка. Управление погранвойск, которые слава богу, после дурости допущенной вернулись к департаменту, отдали ФСБ. Отдали, потому что это разведка натуральная и контрразведка тоже. Это люди, стоящие вдоль периметра на охране государственной безопасности. Так что все понимаете, наш комитет государственной безопасности только в одном Советском Союзе насчитывал больше 10 миллионов так или иначе причастных. А кто это так иначе? Оперативные работники. Непосредственно работники явные. Там кадровые работники. Вне штатные сотрудники. Которые в свой срок ослужили на охране госбезопад продолжали стоять. Это, я помню, контрразведка когда работал, некоторых, просто давай с человеком и предлагаешь ему сотрудничать на общее дело. Это называлось вербовка. Знаете себе такое. Но когда он говорил или она, это что я агентом? Или стукачем буду? Я говорю, стукачи не у нас. Стукачи вот там колхозники зоны так называемые. Ну это у соседей, которые назывались МВД. Агентом? Агентом? Я говорю, да. Дорогой ты мой, вот я здесь оперативный работник, ты агент, комитет госбезопасности. А если я поеду за границу или ты, нас одинаково будут звать агент Кремля или агент КГБ. Все равно так. Я смотрел, как для кого шпион, для кого разведчик, смотри, с какой стороны смотри. Это как бы уходило в кровь. Я вот помню первое заявление, когда прошел тысячу тестов, 77-й год, тесты там какие-то, комиссии. Произвольный форум, почему ты хочешь служить в КГБ? Я говорю, я хочу просто, как бы я прошел, служить в первых рядах, сражающих за безопасность моей Родины. Не государство, не отечество. Родины. И никто другого не спрашивал, и я прошел. И дальше. Ничего кроме Родины я не знаю, государства безопасности. Все фатерланды мне как-то ни к чему. То есть это отечество в переводе на русскую. ФСБ, я тоже не знаю, чем они занимаются. Да мне и не надо это знать. С уважением. Поэтому поздравляю всех, кто хоть когда-то, хоть как-то, хоть в качестве кого-то имел отношение с КГБ, и не падал в оморок, и не кричал. Я не буду, я не буду, я не буду с Тукачем, с Тукачем никто у нас не был. А вот в 36-м Сталинское время были. Я там читал эти дела расстрельные. Причем стучали друг на друга. Сосед на соседа. Сейчас повторяется то же самое. Я в деревья смотрю. Пишет милицию криминальную, полиция теперь уже. Соседка, которая там у Родины. Что у соседа, а сосед, капитан, подводник, на атом находил. Вот как туда-то там, военный там, куда лейтенантский, пишет заявление. Из-за помойки, из-за соседки. Там одна помойка, а они хотели себе забрать и продать. А Атолий не хотел. И пишет на него заявление, точно пишет. У него на участке, в квартире взрывчатка и оружие. То есть это признаки, знаете что, подготовки таракта. Это давно занятое, но и правильно сделано. Да, анонимки сейчас принимаются. Комитет государственного запаса, только украинство. Анонимки внимания не обращают. Другие были способы проверить. Бездонос. Сейчас это сплошь и лято. Те, то ли рассказывают, я сижу, значит, там в подвале у себя как раз. И банкер оставляешь, уже оставлено по полку. Врывается в собаку и брюджет с автоматами. Перекопали все. Я говорю, как там у них говорят, ну, послал бы, сказал бы, что в огороде. Пусть мы никак тоже вскопали заодно, ребята, милиции. Хорошо, дочка юрист международного права у него разобралась, приехала. И главное, без суда. Они дают эту прокуратуру, судье, вернее, в суд, криминальные милиции пишут там. Тот дает разрешение на обыск. Ничего, конечно, не нашли, потому что какой из них? Ну, алкоголик уже. Моряк все-таки, вовремя там, бывший, настрадался на там их позорных лодках. С праздником я вас всех поздравляю и переходим мы. Спасибо. Николай Алексеевич, тебя тоже с праздником. Да всех, я же с этим поздравляю, по этому делу общее. Потому что при наличии, ну, давайте, честно, логично это мы считаем, при наличии всех идиотов, которые у нас могут быть на самых высших постах, в том числе и возглавлять. Ну, так вот всегда ведется. На каждого умного по дураку все упоро, все справедливо, как в песне. Все-таки наша безопасность, это наша собственная безопасность. И тут, хочешь не хочешь, спасение утопающих, дело самих утопающих. Ничего, никакой безопасности государства ты не сохранишь, и народ тебя не поддержит. Вот народ, я и весь их поздравляю с тем, что мы еще живы до сих пор. Хреновенько будем жить, но все-таки живы. Какая безопасность все-таки есть. И поэтому я первая часть этого выступления сегодня, я начну с песен. Я не буду называть авторов. Эта смесь так или иначе не относится к комитету государственной безопасности. Я, честно говоря, про... Вот самые лучшие песни, которые были написаны, их написали в выставке. Как и вы, сотрудники. Сотрудники, вот эту свадьбу ничего не слышишь, кругу Маши, конечно. Мы старые, даже верить я ка не буду. Вы их слышали все, конечно, на всех концертах, потому что так или иначе они относились ко мне на сцену. Сто тысяч дорог позади. И снова далеко-далеко. А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. Ты сердце свое успокой. Опрасно, опрасно тревога. У нас просто адрес такой. Дорога, дорога, дорога. У нас просто адрес такой. Дорога, дорога, дорога. Я выйду живым из огня. А если погибну до срока, Останется после меня. Дорога, дорога, дорога. Останется после меня. Дорога, дорога, дорога. Сто тысяч дорог позади. И снова далеко-далеко. А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. Эти люди военные Ходят в фурме так редко В орденах появляются Лишь в особые дни Их работу нелегкую Называют разведкой И нечасто до старости Доживают они Их работу нелегкую Называют разведкой И нечасто до старости Доживают они И люди военные Любят петь и смеяться И грустят, грустят, как гражданские А любимой своей Только часто приходится Им с Москвой расставаться И все реже случается Обнимать сыновей Только часто приходится Им с Москвой расставаться И все реже случается Обнимать сыновей Эти люди военные Каждой славы достоин И пускай имена их В строгой тайне хранят Доказали не раз они И один в поле воин Доказали не раз они Им не надо наград Доказали не раз они И один в поле воин Доказали не раз они Им не надо наград Эти люди военные Ходят в форме, а кредка В орденах появляются Лишь в особые дни Работу нелегкую Называют разведка И не часто до старости Доживают они АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВЕСЕЛОЕ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сыр Антоний, как это по-русски? Ночь тиха, шумит тайга тревожно, С вертолётов высажим десант. По тропинке нашей осторожней, Очень осторожней, нас ведёт Антоний, эмигрант. Да с ним, друзья, мы попадём в кутузку, Сдаст ли, сволочь, не за понюшку табаку? Сыр Антоний, ну как там по-русски? How do you do? Песня относится конкретно к подразделению «Вимпел», потом назывался. Но это человек, который написал эту песню, избавил от Играхта, умер он совершенно недавно, буквально на днях, в Кенигсберге, в Калининграде. А песня была гимном с самого начала, гимн Куоса, гимн «Вимпел» и остаётся до сих пор. Понимаете, что это подразделение, как Куос и как «Вимпел» в своём первом начале, был везде, у нас на «Вимпел» стоял весь «Земной шаг». Там будут строчки такие, мол, про Африку написаны. Не важно, и там, и там мы были, так что вот я сейчас пою. Бой затих у взорванного моста, газет растаяло в угле. Зампады, не терпящие удобства, умирает на чужой земле. Жаркая, нерусская погода застывает на его губах. Звёзды неродного небосводя угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, Жарь в руках разбитый пулемёт. И к нему на бедренной повязке Вражеский наёмник подойдёт, подойдёт. Посмотрит, удивится, Скинет пистолет, прищурит глаз. Скажет, много ел я, бледно лиц их, Русских буду кушать в первый раз. А в России зацвела гречиха, Там не вродят дикие папуазы. Есть в России город Балашиха, Есть там ресторанчик бычий глаз. По субботам и по воскресенью Люди в ресторан идут гурьбой, Среди них идут держа ровненья Парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, По билетам типа Балахон. Их вокруг местные мальчишки Называют дяденька шпион. Если где-то гром далёкий грянет, В неизвестность улетят они. Пусть и вечным памятником станет Проходная возле дурнии. Если где-то гром далёкий грянет, В неизвестность улетят они. Пусть и вечным памятником станет Проходная возле дурнии. Я вот долго думал, как выстроить сегодняшнюю нашу встречу, что мне петь. Получается, что это про Афганистан, только так или иначе, подавляющее большинство написано, песен в Афганистане написано. А через первую ещё спеть, как мы написали, песню Куоса, это будет два концерта. Но петь надо, потому что тоже относится непосредственно не в ЧК. И у нас очень много погибших, на самом деле, за всю историю БЧК, КГБ, СССР. Количество, даже то, которое публикуется, никогда не публикуется, исчисляется десятками тысяч. Это и в битве под Москву, это по всему земному шару, вот от начала и до конца. Поэтому, как ни запоя, всё будет там, где писались песни. Ну, не знаю почему, может быть, ощущали как бы острее всё происходящее, окружающий мир, одновременно критически, аналитически к этому относялись, но чувствовали душой. Может, поэтому первые песни в Афганистане, самые первые, с самого начала были написаны офицерами Комитета Государственной Безопасности. Да и до конца, в общем-то, всей войны так и продолжалось. Потому что запретов-то вроде есть, а вот это нельзя, а тут нельзя. Ну, солдат запретить проще. Всё, не слушай, ни кассеты не бери. Где ты был? А, у каскадёров. Ну-ка, давай там, давай сюда кассеты на таможне. Ты где-то записывал, перезаписывал. А тут, ладно, никому не нужны. Ты начальство, где оно там? Пой, чего хочешь, пиши, чего хочешь. Начальство потом само попросит. Давай, напиши, и мне перешли. Поэтому такая вот песня. Да, всем привет от Сергея Климова. Жив здорово, с женой и дочкой там вместе. Воды по-прежнему горячей нету, там ничего нету. Но я вот не могу тут вспомнить, она вроде как двое меет. Эта песня, первый автор этой песни, посвящена дате, которую даже наши, даже декабристы, кто штурмовал Кабул, не могут никак признать, что это не праздник. Не праздник. 27 декабря 79-го года. Не имеющий президент самой истории, штурмка в истории, вообще ни у каких спецслужб, это штурмка Кабула. Ну, а, премида, долго рассказывать не буду, просто этот праздник надвигали, он будет и виноват уже, говорится. Это не праздник. Вот и с ними с Богом говорят, мы же взяли, мы задачу выполнили, у нас праздник. Но были они убитые. А я не нам Герой Советского Союза по смерти. Командир мой получил тяжелый раненый, но доложил, что о Минной кредерах Григорьевич Козлов, Герой Советский Союз, здесь еще были многие. Валера Розин получил боевые, или именно орден. И многие-многие были еще погибшими. Так что, какой же праздник? Задача, конечно, праздник для спецназа. Но что потом началось, вы сами знаете. Главная задача-то была выполнена. Все, власть поменяли, посадили по браку. Так, ну давайте, ребята, афганцы, мусульмане, вперед. Да, мусульмане. Ну, у вас, мусульмане, знаете, что там происходит на востоке. И они будут здесь, до Москвы дойдут. Но сначала они любят, чертову матери, Париж и Лондон. Если туда из Лондона, из Париж, молодежь бежит топом. Европейцы уже там воюют, выгибли. Начали, а американцы, как всегда. Вот эти ребятишки, когда сами попадут, их не спасет. Их там расстояние где-то на острове, с вами в большом сидят. Пиндосы, они есть пиндосы. И бездумные, и тупые. И они не могут где-то за рукопашками. Сухопутные, мне сказать, никто. Им все бомбить откуда-то сверху. Ихтарек, песню спою. А? Песню спою. Спою, спою. У нас в ядерной кнопочке есть, единственное наше спасение. Надеюсь, никого не пожалеет, в случае чего. И нажмете это до всех. Все равно, разорит поздно, конец света. Чего тут? Всех нас разом, черт возьмать отсюда, с этой планеты. И все будет хорошо и тихо, и начнется снова. Вот. Вот эта песня. Если это пойдет куда-нибудь на витобе, значит, карась. Выражение. Дружище, у меня связи не было, выйду обязательно. Спасибо тебе за сообщение твоих родственников. Желаю здорово, девчонку твои приветствую. В декабре зимы начало, В декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песня, Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песня, В декабре есть еще, Меня кроха спросит, Потирая озявший нос. Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата, Без отметки на календаре, Я тебя целую, как брата, На Кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, На Кабульском чужом дворе. Суету новогодней встречи нет, Слезы радости, помни об этом, И друзьям своим растолкуем, Отчего нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? Отчего нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи Вспомни наш боевой отряд, Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Тот первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Но эту песню, которую тоже все знают. Все знают, я забыл первые слова. Вспомни, товарищ Морганистан. Бой гремел в окрестностях Кабула, Бои гремел в окрестностях Кабула. Бой гремел в окрестностях Кабула. Ночь слипала вспышками огня, Не смамала нас и не согнула Видно, люди крепче, чем броня Дипломаты мы не по призванию Нам, милее братишка, автомат Чёткие команды приказания И в кармане парочка гранат Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарева пожарищ, крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою, как мы шли в ночи Вспомним, как бежать в горы посмочи Как загрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец На костре дыму трещали ветки В котелке варился крепкий чай Ты пришёл усталый из разведки Долго шёл, историк же молчал Синими замёрзшими руками Протянул вспотевший автомат И о чём-то думал временами Головой откинувшись назад Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарева пожарищ, крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Самолёт заходит на посадку Тяжело моторами гудя Он привёз патроны и взрывчатку Это для тебя и для меня Знаете же, ребята, мусульмане Ваши силы в том, что мы за вас И не надо лишних придыханий Ой, ходить на мне в последний раз Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарева пожарищ, крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобой, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как загрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец Вспомним, наконец Значит, в 87-м году со спецзаданием В составе правительной делегации Отправился я в США, в Соединённые Штаты Америки Где потом просидел две недели После этого написал такую письмо Ну, там 21-й век, впереди ещё был конец В 88-м году, конец Волгогрестана И конец 14-го века И решил, что ни будущее, ни прошлое мне не надо И вот здесь есть так Здесь я останусь Но написал такую письмо То есть в Советском Союзе А он ничем не отличался Когда мне задавали вопрос там где-то во Флориде Местный журналист А вот что в районе между важными Да никакой У вас тут негры обкурившиеся валяются В этих самых хуных безработных бомжей У вас хиппи, у нас хиппи, у вас эти квотеры У нас такие же У вас и такие же У нас тоже, у нас Битлз, у вас Битлз Ничем Только отличаемся Они бы на это не сказали, чтобы их не обижать Американец ничего не хочет знать Никакой У него вот Если ты видишь, что можешь украсть миллион И ты не своровал миллион Значит ты лузер Ты видишь, деньги не взял Любой вестреб, не важно Ты лузер Совесть никакой Да они знают, Никарагу где-то там В это время Какой-то доктор Хайдер Которого никто не видел в Вашингтоне Два раза в день в палатке сидел Чего-то там голодал Им плевать Кроме на свой кошелек И на карьеру больше, чем и надо И тупые они Они в том-то время думали Что наследняя школьница На квартире мы жили У ее отца там В Алабаме Она действительно думает Что мы с Японией воевали Прежде всего в Соединенных Штатах Великобритании А союзниками у них были как раз Немцы, у американцев Про Перл Харбор Они вообще ничего не знают И об этом не говорят Японцы хорошие А как она может быть хорошая Когда там у них в дюзне целуются Япония не потопляем Я авианой в США Уже такие все ходят Не надо вот такие Не надо уже Японкам там на Окинаве Сколько торчат пердосы Там уже вот так все перемешалось Красивые японки Ничего не скажут Жолоса европейские Наглые, американские У них у всех На календарях ходят какие-то Японцы Такие только на Кубе Где тоже все перемешалось За столько веков Ну и Японские товары Японские машины Попали как раз в то время Когда Вот Была Вета наложена Продажа Японских автомобилей в США А вот тут проезды легают Это никто не трогал В это время Мое там местное деревение Арестовали Двух морских пехотинцев Из посольства Соединенных Штатов Из Аграны Которые вступили В какие-нибудь дивные связи С какой-то нашей Девушкой Попали В пионаж Ведет Ну сейчас трога начнется Мне сказали потом Не посек Ты же Я говорю Ну я же офицер безопасности Стоят в трога Никуда не лезть Куда не надо А потом Секретарь Не секретарь Офицер безопасности Слушает Да ладно Они так на это Ты проезды легаешь Просто так не едет Хоть журналист пишет Хоть садовод Четок Когда ездят То в Грузии Они То к ним Но вот я после этого Посещения Америки Больше не хочу Мне не интересно Звали Приглашали Год там еще Работу найдем Гринка Получишь Через год Живи Я в Китай Всю жизнь мечтал Поехали В Индию А в Турпоез По Монголии Месяца на два Но если что путев Монголии на лошадь Стоит дороже Четно совершил И только полетить А сейчас я не знаю Как там Срублю Не поеду Никогда Ну ладно Историю Четки с ханей Так А вот песни Семья началась Посвящается тоже Сотрудникам Всем Безопасности Которые судьба И приказы Носят по всему земному шару Поэтому дорогие наши Ждите нас Обязательно вернемся А если не вернемся Без их все равно ждите Появимся Нежели Как всегда Где-нибудь Когда-нибудь От Кабула И до Вашингтона Побродяжничать Выпало Нам Корабли Самолеты Вагоны То пожары То вспышки Реклам Обними На прощание Друга Где увидеться Вновь суждено Что нам старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Что нам старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Расставание Не повод Для грусти Просто новых Забытий И виток И речное Не высохнет Устье Если будет Надежен Исток И за гранью Полярного Круга И в пустыне Где все Сожжено Что нам Старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Что нам Старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Наши женщины Пусть не стареют Ожидая нас С дальних дорог А друзья Даже если Сидеют То не позже Не раньше А в срок И пока что Гитара Подруга С неуемной Душой Заодно Что нам Старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Что нам Старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно От Капула И до Вашингтона Побродяжничать Выпало нам Корабли Самолеты Вагоны То пожары То вспышки Реклам Обним На прощание Дорога Где увидится Вновь Суждено Что нам Старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Что нам Старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Значит Эта песня Появилась Недавно Замечательную Песню Написал Человек Который Никакого Отношения К комитету Государственной Безопасности Ни к ФСБ Ни к разведнику Ни к контрразвитнику Не имел Но это был Второй Гимн Вымпела Немногие Ее знают Завел Фамилия Человек Да это Не важно Просто кто-то Из наших с ним общался Ого Очень много Ну не лишнего Это уже было Пусть все в Союзе Закрылся Совет-Союз Рассказал Значит Такая Называется Полковник спецназа Он был диверсантом Он дьяволом Был в песках Чернокожей анголой Полковник спецназа Работу любил Хоть и был Не в ладах С интерполом Полковник спецназа Такой молодой Такой молодой Агент Легальной Разведки В огне Не сгорел И пропал Под водой За две боевых Пятилетки В огне Не сгорел И пропал Под водой За две боевых Пятилетки Болковник спецназа С холодным лицом Налил полстакана И выпил Болковник спецназа Был лучшим бойцом В команде С названием Выпил Болковник спецназа Болковник спецназа Был лучшим бойцом В команде С названием Выпил В ущельях Панжера Под серой Чедрой Скрывал он Славянские скулы От страха его Назлевали чумой Душиманы В далеких Аулах Потом Никарагуа Куба Фидель Потом Позамбик Перелеты Потом В Эквадоре На наркокартель Он сам Поднимал Вертолеты Потом В Эквадоре На наркокартель Он сам Поднимал Вертолеты Полковник спецназа С холодным лицом Налил полстакана И выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде С названием Выпил В Америке Дельта В Испании Гал Его Безуспешные Скали А он В это время Репешку текал Из речки На ближнем Урале А ночью Покинув Родные Места Летел Он Над сектором Газа Быть может В стране Где распяли Христа Сегодня полковник Спецназа Быть может В стране Где распяли Христа Сегодня полковник Спецназа Полковник спецназа С холодным лицом Налил полстакана И выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил Я воспалю Песни Которые связаны Только одним Они посвящены Работе Спецслужб В годы войны Первая вы ее знаете Это фильм Про сотрудника НКВД Про НКВД Про зарубежную разведку Стратегическую разведку Называется он Щит и меч Любимая песня Я скажу потом К чем она связана Любимая моя песня И фильм Турный Я читал роман Газеты Дрожитого Прожектор Шарит Осторожно По пригорку И ночь Поэтому Нам кажется Темне Который месяц Не снимал Гимнастеку Который месяц Не отстегивал Ремней Есть у меня В запасе Гильза от снаряда В кисете Выше Там Душистый Самосад Солдату Лишнего Имущества Не надо Махнем Не глядя Как на фронте Говорят Солдат Хранит В кармане Выцветшие Женели Письмо От матери До горст Родной земли Мы для победы Ничего Не пожалели Вот даже Сердце Как инзе Не берегли Что пожелать Тебе Товарищ Перед боем Ведь ты В огонь И дым Идешь Не для наград Давай с тобою Поменяйся Судьбою Махнем Не глядя Как на фронте Говорят Мы научились Под огнем Ходить Не горбясь Жильем Случайным Расставаться Не скорбя Вот потому Наш Родной Гвардейский Корпус Сто Грамм С прицепом Надо выпить За тебя Покуда Тучи Над землей Родной Клубятся Для нас Покоя Нет И нет Пучи Назад Так Чем С тобою На Прощанье Поменяться Махнем Не глядя Как на фронте Говорят Я любил И любую эту Светлую жизнь Макой фильм В 75-м году Дожидаясь Баунский Институт Закончил Дожидаясь А чего я дождался С дипломом Шичем Надо 2-3 месяца Дождать Пока Допуск В особое Конструкторское Бюро Мы тишину Настроительного Завода По специальности Конструктор Танков Делать было нечего Значит Я потихоньку Свадьбу готовился Она состоялась Там в августе А делать было нечего Между встречами С будущей женой А так Ничего И я написал Я еще раз Перечитал этот роман Еще раз И написал такую песню Она В общем Не похожа Но про одно и то же Так что-то получилось Может быть Удивитесь Но Получилось Именно так У меня О чем больше Я не думаю А на войне Как на войне А нам труднее Там вдвойне Идва взойдет Отцов Камера сына Мы не прощаемся Ни с кем Чужие слезы Нам зачем Уходим ночью Уходим дождь Уходим снег Батальонная разведка Мы без дел Скучаем редко Что ни день То снова боев Снова бой Ты сестричка В медсамбате Не тревожься Бога ради Мы до свадьбы Доживем еще с тобой А если так случится Друг Тебя навек оставит Друг Не осуждай его Война Кому виной Тебе наш родный старшина Отдаст медали Ордена В разведке Заработанные мной Батальонная разведка Батальонная разведка Батальонная разведка Мы без дел Скучаем редко Что ни день То снова поезд Кому виной Снова побھی Ты сестричка Снова боль В медсамбате Не тревожься Бога ради Мы до свадьбы Доживем еще с тобой Мы до свадьбы Когда свадьбы Тебя навеку И мы припомним, как бывало, Мы отшагали без привала, Брали проволоку, брали языка, Как ходили мы в атаку, Как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, Как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака. Батальонная разведка, Везде скучали редко, Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в Мецарбате, Не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы, даже мёнычу с тобой. Ты, сестричка, в Мецарбате, Не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы, даже мёнычу с тобой. На этом, с вашего разрешения, я учительскую песню закончу. Они всё равно будут все по Афганистану, Всё равно описаны моими друзьями. Всё равно будут. Но главное, чувство долга, Поздравляю всех, и сотрудников милиции, В общем, всех тех, кто пришёл работать в правоохранительные органы, Не зависит от чё, но как завещал Ферес Джаревский. Человек, очень нужно, мне кажется, сейчас и давно уже нужно, В нашей стране всем правоохранительным органам. Пришёл на передний край борьбы за безопасность, Ты должен быть с чистыми руками, Горячим сердцем и холодной головой. Другим карьеристам и прочим, Им там просто не место, Они ничего не сделают, только всё испортят. Как всегда. Потому что умному учить, У нас дурака учить только зрять, А умному учить только портить. А мы были умными. А праздничных, ну, не знаю, скажи сам, Какие ли. У нас тут разные виды. Так, в общем, и со всеми этот праздник. Встреча у нас уже продолжается. И вот я тогда буду с Вашим разрешением перемешку всё петь, Как удачно, по-моему, сделал Горстаков, Здесь он всё смешал в одну кучку ручка, Получил всё слабое. Я решил, что тоже так, Потому что мы устраивали куда-то и чего-то. Значит, но всё равно, значит, Я что решил-то так? Вы пишите, Это перебёт на второй чай, Вы, если хотите услышать по заявкам, Вы что-то просто пишите, Как-нибудь, что-то мне, Общайте, и я обязательно всё это сделаю. Да? А сейчас я вам... Вот уже есть? Это просто классика. Да, это на второй... А, да, всё. Например, этот партёр, Книжка Михайловна, песня. Да, споёт, я не обиделся. Я сюда его складываю, Потому что это после перерыва. А когда перерыв будет, Мне сейчас администратор расскажет. Это я просто вот сюда кладу, Никуда не прячу. Так, вот это не то. Я сюда их ускорблю. А я просто... Я решил вот с вашей помощью... Без вас тут нет... А, нет, сейчас маленькое отступление. Вот. Вот сидит, наверное, младший у нас, Вопрос не по случаю, Но я специально сейчас для вас. Как вас зовут-то, мадам? Мадемуазель, пардон. Аня. Как? Аня. Аня? А, Анечка. Так, вот. Мне напомнили мои администраторы. Я восстанавливаю свой архив. И они какие-то... А не знаю как, У меня никогда не получалось, А у них получается. А всё будет. Достать, может, чего угодно, К другому конца света. И он привёз запись моего друга, Фронтового, которых я забыл. Я не знаю автора этой песни, Но когда у него дети были совсем маленькими, А у них было... Это Вовка Мурзин. Знаешь, что... У него было четверо детей, Стамой... Анечке было четырнадцать лет, А младшему пять лет. Когда у него... Он вернулся до генистарна, А у него умерла чем-то скорость, И его жена, И он отец. У него потом пятеро осталось. Тоже несколько раз осталось. Я пел, А я приезжал к нему туда, Подержать, А потому что он был. Ну, понятное дело, Туда остался, Приехал. Вот капитан первого разницы. Хотя он не признает, Что он матрос, Смотря на него, Разный простой он. Он строительный, Но без него ни туда ни сюда. И в городе Фользопаде, В городе Гумтузи, Без Вовки Мурзина, Нет электричества, Ну, не важно. Значит, я вам передаю привет И поздравляю. Там то же самое. Потому что вместе мы стояли там, Далеко за границами, И все вместе воевали за безопасность. На этой... Нас предали безопасность никакой, А тогда-то была. Тут спокойно все спали. Там в Уменистане могу говорить правильно, В Уменистане где-нибудь за границами, Что кто хочет, Ну, не важно. И у него были, Я приехал к нему, Ну, и... Мы с ним водку пили, А он решал, И не хотели. Все спать, Клабло, разные такие. Ну, слушай, Сейчас я спою такую песню, Анечка, Специально для вас. Потому что надо уважать... Ну, как на военном совете, Филях, Кого? В русском всяком. Кого? Саму младшему слушаю. Чего он предложит? Сдавать Москву? Не сдавать Москву? И будем биться до конца. На входе так же стадии. Так он такой. Называется, Аня, Это Синий Краб. Знаешь, Такую песню? А крабы видел вообще? Крабы? Да. Такую. А это большой, Синий. Такие уж. Ну, хороший он, Краб, Добрый. На, Сейчас про него песню. Специально для вас. Спешили фой львы. Синий краб, Синий краб, Среди черных, Скалфтины, Синий краб, Он приснился мне во сне. У него восемь лап, Две огромные клешни И серебряные звезды на спине. У него восемь лап, Две огромные клешни И серебряные звезды на спине. Рыбаки ловят рыбу, Китобои бьют китов, Делом заняты с утра и до утра. Только я с той поры Позабыть про все готов. Тот залив ищу, Где водится мой краб. Только я с той поры Позабыть про все готов. Тот залив ищу, где водится мой краб. Ну зачем он тебе, Этот синий дверь морской, С ним в беду очень просто угодить. У него страшный вид, Он, наверное, ядовит, Не сварить его, Не в банку посадить. У него страшный вид, Он, наверное, ядовит, Не сварить его, Не в банку посадить. Сто ночей, сто ночей, Буду думать все о нем, Сто ночей буду плакать и грустеть. А мне бы только взглянуть На него одним глазком, Ну просто так, Посмотреть и отпустить. А мне бы только взглянуть На него одним глазком, Только так, Посмотреть и отпустить. Синий краб, синий краб, Среди черных скал в тени, Синий краб, Он приснился мне во сне. У него восемь лап, Две огромные клешни, И серебряные звезды на спине. У него восемь лап, Две огромные клешни, И серебряные звезды на спине. Вот он сидит с бабушкой, И там будет. Еще ноги нужно, Все равно маме меньше, Там надо будет. Ладно, Тогда посерьезно, Вот как-нибудь разрядить, А то он действительно сидит, Человечек, А мы там все, Не взрослые песни, Правильно поет. Ладно, Значит, Выгружаем. Значит, Там не кончилась война. Да, Не так-то хотел начать. Дорогие друзья, Я вот Ваши думающие Значит, Как-то там Стрепенулся там, И достал что-то писать, Дописывать. И дописал такие, Под давлением, Таким суровым, Санкциями администраторов наших, И ваших там Добрый глаз, И аплодисментов, Я тут проводил, Конечно, эксперименты. Но начал писать, Самое главное. Я же много лет надевлял, И все. Половина сгорела, И все. Выстелил, Много песен сделал, Не доделал, В следующий раз покажу. Значит, Потому что я, Вы же помните выступления, Я там менял, Забывал что-то, Менял, менял, менял. Ну так невозможно. Я не умею писать, Санкциями разы, И долго заниматься, Время нет. Поэтому я сейчас хочу, Хотел бы, Те песни, Которые за уходящий год, С прямой, Вашей поддержкой, Помощью, Я записал, Закончил, До конца сделал, И сейчас эксперт. В этом году. Для меня это, Это большое, Очень большое, За последние 15 лет, Больше. Это большое достижение. Вот так что, Я этим горжусь, Что я сумел, Это все это сделать. Я поэтому сейчас, Перемешку не буду идти, Да? Там, Вашего решения. Да, Большинство касается Афганистана, Есть и с собой мир. Но сначала, Все-таки Афганистан, Потому что здесь, Многие боевые друзей, Вели так или иначе, С Афганистаном соприкоснувшиеся. Ну, Потому что здесь народ, Только кто-то заметил, Что была война, И прочувствовал ее, А кто-то там, Из народа нашего, Вели бы и могучего, Тогда советскую, Было абсолютно верно. Главные шмотки шли. А что цветки в месяц нет. Значит, Поэтому Рейд называется, По горам. Или маршрут судьбы, Называется, Написано. Потому что неизвестно куда, Те приказы есть, А на те районы, Куда нас посылали, Не было даже карты. Горь, Воскакури, Горь, Там погиб, Мы попросили. Карты не было в генеральном штабе, Вот на тот репетический гранец сходится. Но не дали, Все выдали, Секретные дома. А тут никто не знал ничего. И когда отправляется кто-то, Это не мы, Мы так высоко не лазили, Это специальная подготовка. На альпийских егерей надо было воспитывать, Но это было крайне мало. А мы забыли, Ну все забыли. Мы опыты партизанского инвестора, 12-го года, Намина, Опыты гемцев, На эльбрус, Там альпийские егерей, Соответствующие вооружения, Там это. Забыли совершенно, Я следующую песню расскажу, Что за люди не хотели помнить, Амбетьян, Куда они, Нагорных Пушунов, С своими полевыми пушчонками, Так и. Ну это вот такая, Это значит, Совершенно спокойная, Начал назвал афганский пастараль, Пастараль, Это, знаете, Такая, Лубушка аркита, Лужок пастушок, Пастушек, Овечки пасут, Он сидит, Дудку дует, Все замечательно, Головку-наголу склонил, Там, Пастушка, В мини-юк, Пастушок, Шарвар, Таких, Как у дайной шапки, Сидят, Дуду дуют, Дело лучше заняться, А вес пошли, Пасли что ли, А тут, Вы уже не такая, Пастараль, С виду, На самом деле, Это серьезное, Очень серьезное движение, Знаешь, Куда, Куда еще никто не ходил, Гором красим, И судьба не обозначена совершенно, Не маршруты есть, А, Концы чего будет, Никто не знает, Даже генерал, Знаешь, Так, На 20-й области, Туман, Гором, Занавешанный, Туман, По горам Плетется караван, С тобой иди за караваном, Но пока на базе мы сидим, Гурим в ожидании командира, Горький военторговский Памир, У подножья горного Памира, Где на маршрутах судьбы, Верстовые столбы, Не укажут дорогу к победе, На маршруте судьбы, Только горы и мы, И никто ни за что не ответит. Генералу вызван командир, Уточнять маршруты и задачи, Мы сидим, Глядим на этот мир, Наш маршрут никак не обозначен, Вот такая братцы постарали, На войне бывают постарали, Занесло ребят в такую даль, Где они отроду не бывали, Где на маршруте судьбы, Верстовые столбы, Не укажут дорогу к победе, На маршруте судьбы, Только горы и мы, И никто ни за что не ответит. Вышел озадаченный комбат, Увеличить требует БКшки, А маршру в воздухе кружат, С высоты он кажется букашкой, А армии добычу стерегут, И морлам плевать на вертолеты, Точнее турбины скоро заревут, И поднебут в небо наш ворот. В шарутах судьбы, Верстовые столбы, Укажут дорогу к победе, На маршруте судьбы, Только горы и мы, И никто ни за что не ответит. И внизу раскинутся поля, Раз стены паскудным одеялом, Скудно, но все-таки земля, Лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, Просвистев, просвистев, На тужина винтами, И ребята встанут на маршру, Уйдут точки нет там под облаками, И мне на маршруте судьбы, Верстовые столбы, Не укажут дорогу к победе, На маршрутах судьбы, Только горы и мы, И никто ни за что не в ответе. На маршрутах судьбы, Только горы и мы, И никто ни за что не в ответе. Еще раз пишу на письмо, В этом году на письмо уходящего года написанное, И испытанное, опробованное, Как бы я сказал, дорогие мои новосы, На реакции. Ну, надо же видеть обратную реакцию. Если смотришь на... Помнишь, что не тот и слепил, Потом забыл, Дом допишу, переделаю, Еще раз спою, может пройдет. Ну, так работает цена письма. У меня больше всего получалось, А также я вижу, Почему я еще не важна видеть, Как слышу новую песню. Вот эта песня новая. Была песня вроде про горы, А вот сидит Нашего родного, 860-го отдельного Материнского полка, Героидического представителя, Единственное, Остальные сегодня отмечают Про нахрен шоу. Месяц, который они пришли сюда, И он подтвердит каждое слово, Что я скажу. Мы с полком... Вокруг горы у нас. И дальше Гендукуш начинает, Дальше там Памир, Дальше больше, Мы стояли, Они стояли, Да и мы тоже, Подождите, Все равно одна долина фальзабадская, А вокруг горы. И зимой очень красивое зрелище. А некоторые их при хорошем дне, Снега не таяли, Не стояли там, Далеко. На эти горы лазили. Может быть и не у нас так высоко, Но по-моему не стало. Есть сниимки, Где сидят наши пограничники, В горах вот так вот. И наши сидели, Блок посты в горах, Пока уже снегу, И так месяца два. Но это помнится, Помнится, В общем-то, Что сказать, Война войной, Но с точки зрения, Вот так, глобальной, Это все мелочи. Государство, Родина моя, Не касается войны, А там выполняют долг, Еще что-нибудь. Мы что-то там ползаем, Что-то делаем, Кто-то кого-то бьет, Заляет из-за осады. А я представился, Где-то миллионы, Миллиарды лет, Вот гора слет. Господи, А внизу, Ну вот, По слону ползают муравьи, И даже не подозревают, По слону подозревают. Вот это весь их мир, Вот хоть вот так, По гробу одевают, От хопа до хвоста, И муравьи счастливые, Причем, Одни нападают на других муравьев, Большие живут, Маленькие живут, Клю, Там еще что-нибудь такое, Крогород, Песня такая, Она, конечно, Не патриотическая, Но философская, Но, наверное, Так же думали мудрейшие люди, Нельзя, Они в гору ходили лазить, Рерих, Гумилев, Наверное, Где-то там, Центр человечества, Шамбала, Это не нефигант, Для человека в высоте, А то мы все превратили, Ну а что, В Москве, Шамбал, Шамбул, Тибет, Кабул, Хотя, В Москве от Кабулы Чем-то отличается, Тоже базар большой, Правда, у нас как бы еще пока Там два же базара, Зеленый и грязный, Вот у нас пока еще зеленый, Мы скоро сравняемся со всем, Песню про гордость, Про ничтожность в общем, Но и про гордость, Салтатскую, Понимаете, Вот это на вершину, Я не знаю, Человеку нужно просто так Карабкаться на вершину, Да? У нас же симметричник, Куда-то, Я покорил, Ты вниз посмотри, Дядя, Внизу облака, Кого ты покорил? Но когда это делается в бою, По небольшой кровью, Вот, Как долго сражались за Эльбрус, Да? Немцы, Помните войну, Славили там флаг, На шесть не олимпийц, Поставили флаг советский, Здесь то же самое, Примерно, И с точки зрения, Это потом такие мысли приходят, Чего ты орбежишь, Мы говорим о мешастом, А на войне совсем не так, Там туда мало туда забраться, Надо врага оттуда еще выбить, Закрепиться там еще, И ждать, Когда полк подтянется, По его игру бросил, Так что, Это потом приходят, Такие мысли, О которых я сейчас пою, Помню все на самом деле, Это тут так я вот, Для красного сладца, Для резьбы, Я ничего не забыл, Но тут немножко слугаю, Я давно позабыл, Те бои и походы, Только почему-то Забыть не могу, Как стоят подтирая Небесные своды Горы в белом снегу, Горы в белом снегу, Как стоят подтирая Небесные своды Горы в белом снегу, Горы в белом снегу, Не карабкались ввысь, Как не исповедь к Богу, Прощая грехов ни себе, ни врагу. И глядели на нас молчаливо и строго, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. И глядели на нас молчаливо и строго, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Это снег, что веками лежит на вершинах, Где ни труп не сыскать ни проезжих дорог. Недоступен ли танкам, ни бронемашинам, Только стертым подошвам самотерских запок? Недоступен ли танкам, ни бронемашинам, Только стертым подошвам самотерских запок? И тогда зазверкали огнем перевалы, Я взрыва втрещала броня летников, И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня и халурных свеков И в жестоких боях земли не хватало В этом море огня и халурных свеков Их мало ходил по морям и по сушам И в чужой стране, и на чужом берегу Вспоминал почему-то Хребты гендукуша В горы в белом снегу, горы в белом снегу Вспоминал почему-то Хребты гендукуша В горы в белом снегу, горы в белом снегу В горы в белом снегу, горы в белом снегу В горы в белом снегу, как великое чудо Вспоминал пени волна, замерла, набегу И покуда я жив, никогда не забуду Эти горы в снегу, горы в белом снегу И покуда я жив, никогда не забуду Под окшанские горы в жирчужном зиму Да, но волей-неволей приходится опять обращаться к телегу с безопасностью Не знаю, кто ее написал, слышал давно, эту песню почти все восстановили На косите песни советов, я услышал эту песню Но когда наши собираются, мы прообещаем, говорят, ну не важно, где он там Там написано, как и мы здесь, в Кабуле, на Вилево, там на Вилево, в Азербайде Но он называется это «Майор Иванов» Она также относится к Афганистану и к нашей жизни там, как и ко все другие страны, где мы бывали, а где не бывали В каком? Безразличном. В стране? Самероничной. В одном из огромных, живших городов, живет неизвестный, живет неизвестный Мистер Джексон, он Джексон и он же, майор Иванов Чтоб быть в русской жизни, он делает бизнес, он враг коммунизма, он в общем аскет, как все за границей Он ходит молиться, а где-то храниться Его партбилет, как все за границей Он ходит молиться, а где-то храниться Его партбилет и нету награды, и виллу заграды На риск каждым утром тот вымпел идет А где-то в Ростове, а может, во Пскове А может, на Волге семья его ждет А где-то в Ростове, а может, во Пскове А может, на Волге семья его ждет И может так статься, что им надо ждаться Когда он с работы вернется домой А просто однажды придут к ним и скажут Однажды придут, как герой Так в какой, безразличной стране заграничной В одном из огромных чужих городов живет неинтересный, живет мистер Джексон, он Джексон и Лжин, и Лжин Иванов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!